Добрый вечер в студии Аскар Миндебаев и коротко о главных событиях этого дня. Спасатели продолжают эвакуацию людей из пострадавших от наводнений районов. Сколько семей остались без крыш над головой. У людей продуктов нету, даже нечего им одеть, даже теплых не взяли. Многие жители без еды и воды. Какая помощь им будет оказана? То кайф в Китае и какие договоренности между двумя странами были достигнуты. Очевидно, что глобальной экономике нужны новые парадигмы развития. О каком рекордном товарообороте между нашими республиками идет речь? На одни и те же грабли с начала года мошенники обманули более трех тысяч доверчивых жителей Казахстана. Какую сумму люди отдали аферистам? Что нужно для того, чтобы снизить такую статистику? Мопедистов под контроль. Какие ограничения ведут для водителей мопедов и самокатчиков? Под чьим контролем будет это направление? Какие документы теперь нужно будет иметь водителям этих транспортных средств? Премьер-министр Казахстана Олжас Бегтенов заявил, что всем пострадавшим от паводка окажут помощь. С рабочим визитом он посетил Североказахстанскую область и проинспектировал водохранилище. На компенсацию смогут рассчитывать и жители Костанайской области. В регионе, где стихия оставила без крови сельчан, сегодня ввели режим ЧАЭС. Материал Нины Шапо. Днем и ночью спасатели эвакуируют жителей из подтопленных сел в Костанайской области. Единственными островками безопасности остаются крыши домов, куда еще не добралась вода. На этих кадрах вертолет со спасенными сельчанами приземляется на площади в городе Аркалык. Среди эвакуированных Мольдерт Леуга был с ребенком. Под воду ушел ее дом, два трактора, машина и пекарня, которую она только собиралась запустить. Погиб скот. Женщина с ужасом вспоминает, как вода сносила все на своем пути. Света нету, сеть нету, воды там нету, у людей продуктов нету, даже нечего им одеть там, даже теплых не взяли. Я вот вышла из дома, галошь одела, носки там ничего нету. У меня я вот, у меня ребенок дочке два года, я ей этот одеяло укутала и вот так вышло и все. Но ничего не взяли, и сыну тоже ничего не взяли. Вот так вышло и все. Мамбель уже вот 30 минут и все, домов нету вообще. Все рухнуло и все. Ничего нету. Вообще ничего не осталось. Люди там ходят, негде, некуда там жить. Глава региона Кумар Аксакалов выехал в пострадавший от паводка района и поговорил с жителями, заверив, что все потери сельчан компенсируют. Поэтому в двух районах и городе Аркалык ввели режим ЧАЭС. Комиссия будет ходить, она уже, наверное, с сегодняшнего дня начнет прямо ходить. И все ваши расходы, которые вы понесли, ущерб, это будет все восстанавливаться. Вы должны это знать. Хорошо? Хорошо. Поэтому, значит, документы будете показывать, ничего, ну понятно, что прибор, который сгорел. Всего в пострадавших от паводка районах потоплены более 80 дворовых территорий, 39 домов. Около 400 человек были спасены из зон разгула природной стихии. Специальная техника высокопроходимая находится в данных районах трех группировки сил. И четыре воздушных судна у нас полностью работают на данной территории, как в городе Аркалык, Зангельдинском и Амингельдинских районах. Эвакуируем людей с зимовок, перемещаем в безопасные места. Это тот же город Аркалык, где на базе школ, на базе пунктов приема пострадавшего населения. Атака, судя по прогнозам синоптиков, поводок только набирает. Силу снега в этом году выпало в несколько раз больше нормы, а после дождливой осени он лег на пропитанную влагоземлю. В итоге за зиму почва промерзла на полтора метра и впитывать такой объем талой воды не в силах. К тому же теплая погода и дождь только усугубляют ситуацию. Нина Шаппожа, Небека Кимжан, Информбюро, Костанайская область. В Кабдинском и Мугалжарском районах Актюбинской области объявили режим ЧС местного масштаба из-за паводков. Кабдинский район топило и в прошлом году, однако в этом ситуация намного сложнее. На сегодня пострадало как минимум 140 домов. В самом Актюбе переполнилась река Сазды, что грозит новыми бедами. Почему в регионе не спешат объявлять режим ЧС областного масштаба узнавала Эльмира Ержанова. Жители Жанахаргалы уже несколько суток не спят, спасают уцелевшие вещи, но попасть в жилище не могут из-за воды по пояс. Татьяна Чубарь с ужасом вспоминает, как среди ночи в дом хлынула ледяная вода. В первую очередь с мужем спасали детей, передавали их соседям через окна. Мы могли бы хоть в эту ночь что-то спасти, но так как свет отключили, чтобы замыкания не было, чтобы нас током не убило. Мы свет выключили и ушли его до 6 часов, пока не посветлело, мы стояли на улице. Конечно, это все и затопило. На это смотришь и сердце кровью обливается. Это же все заработали мы своим трудом. В Актюбинской области из зон затопления эвакуировано больше 800 человек. Их размещают в авакопунктах. В одном из них находится семья Клары Тулигеновой. Дом женщины топит уже второй год подряд. Сюда я поступила вчера, где-то в 6 часов вечера. До этого я 2 часа не могла дозвониться до МЧС. 2,5 почти. Звонила, звонила, трубку не берут. Говорит, заявление ваше принято. Мы вас вытащим, сидите. А я с пятерими детьми сидела в воде. Вода откуда? Быстро начала припевать? Да, 20 минут уже все, мой дом в воде осталось. В Кабде сегодня объявили режим ЧС местного масштаба. Критическая ситуация и в Тимирском районе. Там в ближайшие сутки ожидается поднятие уровня воды в реках. По области сообщается о 15 переливах и 8 размывах дорог. Некоторые трассы из-за разрушений закрывают. Все будет сейчас зависеть от ситуации и подъема уровня рек. Сейчас, в данный момент, уровень реки находится в стабильном состоянии. И мы ожидаем спад. Если недобок пойдет в соответствующий подъем, и создаваться будет дополнительная угроза, то, конечно, ЧС будет объявлен. В Ак-Тубе топит дачи, села. И сам областной центр вышла из берегов река Сазда. Людям пришлось ездить в автобусах полных воды. Уровень реки поднимается, несмотря на откачку и расчистку льда. Сегодня спасатели подтвердили, что Сазда вышла из берегов, в том числе из-за перенаправленных в ее русло талых вод, топивших накануне аэропорт. Также сообщается, что три водохранилища региона наполнены до отказа. Тем временем, Аким области обещают помочь каждому пострадавшему и никого не оставить без внимания. Эльмира Ержанова, Заматку Бегьянов, Инфорумбюро, Ак-Тубе. Жителям подтопленных населенных пунктов пришли на помощь волонтеры. Добровольцы помогают людям эвакуироваться, доставляют в зоны бедствия продукты и предметы первой необходимости. Все подробности у Наргиз Жанабековой. В западных, северных и восточных областях Казахстана затопило множество населенных пунктов. Волонтеры и активисты молодежного крылажа «Старуха» активно помогают сельчанам, оказавшимся в зоне подтопления в Актюбинской, Костанайской и Абайской областях. Усиленная помощь ведется именно в трех областях. Это Актюбинская область, Костанайская область и область Абай. На данный момент у нас сейчас задействовано более 100 волонтеров. В поселке Шубар-Кудык с паводками боролись 150 человек и 30 единиц техники. Из села Жагоблак в Магалжарском районе силами спасателей Акимата были эвакуированы 74 человека. Председатель Актюбинского областного филиала молодежного крыла Алишер Танаштык отметил, что группа волонтеров отправилась в село Шубар-Кудук. На месте мы помогали перетаскивать мешки с песками для произвращения подтопления домов. Также мы помогали жителям выйти с опасных мест, а также вытаскивали нужные вещи из подтопленных домов. В Аркалыке красочистки снега привлекли студентов колледжей и вузов. В пострадавшем Амангельзинском районе предприниматели организовали доставку горячего питания. ЗКО волонтеры накормили горячей едой на УЗШ сотрудников служб ЧС, которые в эти дни трудятся круглосуточно. Пострадавшим собрали гуманитарную помощь, средства гигиены и продукты. В области Улытау также затопило несколько сел. Селами спасателей эвакуировано 128 человек, из них 65 – дети. В Кокшетау вышла из берегов река Калшахтан. В городе вода залила десятки объектов. Спасателям пришлось вызволять людей на лодках. Оксана Матасова с места событий. Город Кокшетау превратился в Венецию. Мы уже показывали вам затопленные частные дома, микрорайоны и школу. Сегодня поводок добрался до привокзального района. Из-за разлива речки Калшахты здесь оказались затоплены сразу несколько дворов многоквартирных домов, частный сектор и ряд объектов инфраструктуры. Прибывающая вода разбудила жителей в 6 часов утра. Дворы затопило настолько, что даже в резиновых сапогах пройти было сложно. Труднее всего пришлось частному сектору. Их дома залило полностью. Вот можно было все это заранее предусмотреть. И это предварительно сделать эту работу, чтобы не довести его до такого состояния. Сколько лет мы здесь живем, это впервые у нас такая ситуация. Она затопила. Это ужас. Мы не можем в дом зайти. У нас вся техника испортилась. Мебель стоит, вещи, все. Мы вот в чем есть, в том и ходим. Затопленный детский сад и расположенный рядом Центр развития. Пока спасали детей, в Центре развития под воду ушли мебель, техника и даже продукты. Здесь были ученики. И неожиданно произошло подтопление со всех сторон. Вода начала поступать. Потом я дал команду о том, чтобы приостановить нашу деятельность. Детей мы эвакуировали. Подвезли машину сюда. И самостоятельно у нас есть свой автобус. Мы самостоятельно сами отправили детей домой, перевезли, отвезли. Спасатели признают, это самый большой поводок в Кокшетау за последние годы. Сейчас на месте работает спецтехника, производится откачка воды. В 7 часов утра при критической отметке на мосту по улице Абая через реку Калшакты 120 сантиметров. Уровень составил у нас 190 сантиметров и превысил ее на 70 сантиметров. В результате чего вода вышла из берегов реки Калшакты и перелила через имеющее обвалование. Как сообщил главный спасатель области, по итогам обследования затоплено 8 частных жилых домов, 28 дворовых территорий домов и 7 территорий многоквартирных домов. Жители ушли к своим родственникам, некоторых эвакуировали. Вывозят на лодках. Зачастую спасатели просто переносят людей на себе. В Акимате уверяют, как только пострадавшие получат справки из департамента по чрезвычайным ситуациям, им окажут материальную помощь. Правда, жители сомневаются, что она покроет весь нанесенный ущерб. Оксана Матасова, Рамиль Дусумов, Информбюро, Акмолинская область. Торговая напряженность между ведущими странами мира – один из самых серьезных вызовов современности, заявил Касымжумар Тукаев на 23-м Буаосском азиатском форуме в Китае, выступая в качестве почетного гостя. Как отметил глава государства, на долю азиатского континента приходится 53% мировой торговли. В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг исторического рекорда – 41 миллиард долларов. Тем не менее, торговый потенциал еще не раскрыт в полной мере. Прежде всего, напряженность в международной экономике вызвана несправедливым торговым барьером, протекционизмом и нарушением имеющихся договоров. Сейчас уже назрела необходимость к переменам. К середине десятилетия становится все более очевидным, что темпы роста глобального ВВП будут самыми низкими за последние 30 лет. Политика протекционизма и обострение торговых споров нарушают глобальные цепочки поставок, сдерживают экономический рост и подрывают доверие инвесторов. Очевидно, что глобальной экономике нужны новые парадигмы развития. «Неспособность решить данную проблему может обернуться упущенными возможностями в ближайшие десятилетия». Во главу угла нужно ставить цифровизацию и новые условия с равными возможностями. Только добившись прозрачности в торговых делах, своемовыгодным партнерством можно достичь успеха, утверждает глава государства. Аналитики ждут больших результатов от визита президента в Китай. Казахстан на сегодняшний день, он как никто как раз таки нуждается в большем выходе в мир. Одна из главных проблем Казахстана заключается в том, что мы до сих пор, как и другие страны в Центральной Азии, являемся для большинства стран мира, для большинства регионов терраинкомата. Поэтому визит, понятное дело, в любом случае, естественно, будет достаточно результативным. Также в ближайшем будущем может возникнуть проблема с продовольственной безопасностью стран Азии. В мире уже треть населения имеют дефицит продуктов. Решением могут стать совместные агроинновационные центры и трансфер инновационных технологий. Елеман Раимбеков, Информбюро. А в Алматы тем временем завершен первый этап сейсмо-аудита. Об этом рассказал Аким мегаполиса Ербулат Дусаев на встрече с населением. Обеспечить сейсмобезопасность зданий и сооружений в Алма-Аты поручил Касамжумар Тукаев в августе прошлого года. А после январских землетрясений президент отметил, что система гражданской защиты Алма-Аты оказалась не готова. В ходе проверки 14 сотрудников МЧС получили взыскания за недоработки, которые привели к панике среди алматинцев. Вызвала вопросы и система оповещения. Проверка на сейсмостойкость охватит более 13 тысяч объектов, рассказал Ербулат Дусаев. В этом году на проведение работы из бюджета выделят более 4 миллиардов деньги. Мы прошли первую стадию. Есть выявленные уже объекты, по которым есть. Но вопрос другой, что, как вы помните, эти же объекты частные, либо сданные. Поэтому будем совместно отрабатывать, связанные с возможными изменениями в законодательство и вопросами дальше, кто будет за тельные вещи отвечать. Мопедистов и самокатчиков начнут строже контролировать в Казахстане. Новые правила предложили внедрить в МВД. Там разрабатывают второй пакет поправок, призванный навести порядок на дорогах и тротуарах. Об этом рассказал в Сенате заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха. Так, мопеды, независимо от объема двигателя, намерены внести в категорию транспортных средств. А значит, чтобы управлять ими, понадобятся водительские права категории А1. А ездить на них смогут только лица старше 16 лет. Обещают в МВД взяться и за самокаты. Согласно поправкам, Акимы получат полномочия ограничивать время и зону их передвижения. Напомним, частичные ограничения на использование электросамокатов уже действуют с августа прошлого года. По действующим правилам, скорость для электросамокатов не должна превышать 25 км в час, на тротуаре – 6 км. Пока что водители мопедов и самокатов практически не несут ответственности за нарушение правил дорожного движения, подчеркнул замминистра. Очень тяжело их идентифицировать, то есть нет номеров. То есть я именно на это и рассчитываю, что никто не обознает, никто идентифицирует, никто не задерживает. Вы смотрите Инфобюро, продолжаем выпуск. Руководители финансовой пирамиды Кюнет предстали перед судом в Северном Казахстане. На скамье подсудимых экс-сотрудники местных правоохранительных органов, которые не один год занимали высокие посты, а потому пользовались безоговорочным доверием у населения. Жертвами мошенников стали более 100 североказахстанцев. Екатерина Белоусова побывала в зале суда. С моей семьи 2 миллиона 100 ушли. Мы 5 лет кредит платили. В такой ситуации оказались 110 североказахстанцев. Им предлагали внести деньги и получать пассивный доход, а еще привлечь ближайших родственников, как многие и сделали. А потому в долгах оказались целые семьи. За каждого приведенного человека выплачивали вознаграждение, что еще больше повышало доверие к организации. Но больше всего людей подкупило то, что во главе стоял экс-сотрудник правоохранительных органов. Большинство жертв – сельские жители. Мы были очень вовлечены, мы были как под гипнозом, можно сказать. Это очень на тонком психологическом уровне все это. Прямо воздействует очень хорошо. И поверили, потому что, как нам говорили, влиятельные люди, очень уважаемые, непоследние люди, как говорится. Мне подруга пригласила, я сразу говорю, не-не-не, туда я не пойду. Но она потом сказала, говорит, ты что, там же у нас начальник уголовного розыска. И она мне показала фотографии, и все. У меня сразу же, это значит, это все легально. И все, у меня как бы не было сомнений. На скамье подсудимых пять человек деятельность организации, по словам прокурора, была замаскирована подзаконный сетевой маркетинг и электронную коммерцию. На обещание легкого гарантированного заработка попалось много доверчивых граждан. Национальной безопасности, в то время как официальное представительство компании QNET на момент функционирования финансовой пирамиды в республике Казахстан не было зарегистрировано. Потерпевшим нанесен ущерб почти на 109 миллионов тенге, и если мошенничество в особо крупных размерах будет доказано, то подсудимым может грозить до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Екатерина Белоусова, Рустам Ибраев, Информбюро, Петропавловск. Больше трех тысяч казахстанцев тем временем стали жертвами мошенников с начала года. За это время они отдали аферистам 4 миллиарда тенге. Такие данные озвучили в Министерстве внутренних дел. Люди теряют крупные суммы и даже берут кредиты, которые затем выплачивают годами. По словам экспертов, чтобы снизить количество преступлений, нужна слаженная работа государства и самих граждан. Анастасия Новикова с подробностями. 4 миллиарда тенге осело в карманах интернет-мошенников всего за два месяца с начала года. В полиции зарегистрировали больше трех тысяч фактов мошенничества. По словам специалистов, злоумышленники не пренебрегают правилам все новое, хорошо забытое старое. Участились звонки якобы от имени сотрудников банков, правоохранительных и других госорганов. Операторы связи заблокировали 44 миллиона таких звонков. При этом мошенники владеют обширной базой данных и знают о вас все. Номер телефона, имя, фамилию и город, в котором вы живете. Когда осуществляются кибератаки, хакерские информации, взломанные информации, они потом, хакеры, преступники продают их в интернете. И таких информации очень много. В том числе от сервисов по доставке еды до разных услуг, где граждане наши при использовании этих сервисов указывают, заполняют свои персональные данные. Кроме того, мошенники все чаще используют торговые площадки и соцсети, выставляют объявления о продаже чего-либо по заниженной цене и просят предоплату или полную сумму. Покупатель остается без средств и без товара. Чтобы завладеть деньгами, мошенники идут на любые ухищрения. Казахстанцам рассылают фейковые смс-сообщения от имени главной почтовой службы страны, что на склад якобы доставлена посылка. Подтвердить заявку предлагается на стороннем сайте. Там просят ввести личную информацию и данные банковской карты. Мошенники при этом получают доступ к карте или вашему мобильному банкингу. Кроме того, пользователь может поймать вирус, который сам похитит данные с устройства жертвы. Эксперты говорят, чтобы снизить количество киберпреступлений, нужна информационная работа со стороны госорганов и внимательность самих казахстанцев. Самая важная роль государства – использовать всю махину государственной мощи культурно-просветительской, информационной, для того, чтобы создать реально перенасыщенное в хорошем смысле информационное поле. Чтобы гражданин, куда бы он ни повернул голову, он всегда бы видел уведомления о том, что что-то может пойти не так. Нередко казахстанцы теряют средства, вкладываясь в различные схемы по быстрому увеличению денег. С начала года больше 300 казахстанцев вложились в несуществующие инвестиционные проекты. Анастасия Новикова, Доран Абдиев, Абзал Требеков, Информбюро. Поднять тариф на вывоз мусора от двух до десяти раз, просит Казахстанская ассоциация по управлению отходами. Это требование руководство ассоциации озвучило в правительстве. Чем объясняют такое повышение и будет ли чистота в наших городах, узнавала Людмила Батюшкина. Свои запросы мусоровозящие компании объясняют просто. Во многих регионах тарифы держатся на одном уровне уже много лет, а расходы на горючие запчасти, технику и зарплаты выросли. Субсидии от оператора РОП они не получают, льготных кредитов и помощь от государства на строительство сортировочных заводов тоже. Коллеги говорят о цифрах от 800 до 1500-2000 тенге с человека в месяц с благоустроенного сектора. Везде мы повсеместно видим, что наши мусоровозящие организации центральных, западных регионов, особенно южных регионов, просто не могут работать на тарифы, которые составляют 120-84 тенге. Если тарифы не поднимать, компании по вывозу мусора не только развиваться, но даже выжить не смогут, говорят в ассоциации. Если другие услугодатели неплательщикам отключают свет или воду, то у этих рычагов воздействия на потребителей нет. Потребители же встретили инициативу в штыки. Жителям Тимиртау, к примеру, в прошлом году уже повышали тариф на 70%. 1500 это будет очень много. Я считаю, что не за что платить такие деньги. Уже было поднятие 480. Улучшения вывоза не было. Все как было в мусоре, так и есть. В мусоре все дворы, все детские площадки, все под окнами, все разлетается. Качество услуг вообще ниже нуля. Поэтому полторы тысячи лично с нашего города оплачивать вообще никто не будет. Мы вообще потонем. 480, я знаю, многие не оплачивают. Они говорят, что полторы. Но ничего не делается. Вот реально ничего не делается. Надоело жить в семинарнике. Тарифы на свет, воду, газ и тепло утверждает Комитет по регулированию естественных монополий. Расчеты можно найти на сайте. На мусорже тариф утверждают маслехаты на местах. Потребители не знают, как расходуются эти деньги. В упрощенных видах тарифообразования резких ростов тарифов не допускается. Обычно это просто индексация на уровень инфляции. Если же вы не работаете по усложненному виду тарифообразования, то повышать резко тарифов вы не имеете права. Во многих странах, если люди сортируют свой мусор, то за его вывоз не платят. А если не сортируют, то платят очень дорого. В Казахстане же ни у жителей нет привычки разделять мусор, ни у государства заинтересованности приучить людей к этому путем субсидий и льгот. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Настоящий натуральный казахский чай «Чемпион Кения Сансет» это черный высококачественный гранулированный кенийский чай, который наполнит каждый дом ароматом уюта и станет украшением любого дастархана. Обладает великолепным терпким и насыщенным вкусом. «Чемпион Кения Сансет» не содержит красителей и ароматизаторов.